Приговор именем Республики Казахстан 28 апреля 2023 года в город Талткурган. Талткурганский городской суд в области жертвы в составе председательствующего судебного дитя при секретаре судебного заседания Сады Бековой с участием в государственной победителе прокурору прокуратуру области жертвы Сухотрубаева Жумагулова, переводчика Тури Бековой, потерпевших Ахмедьярова Абрахманова, подсудимого Кудебаева, защитников адвокатов Кобжанова Баймакова, просмотрел в открытом судебном заседании с применением младшей в виде фиксации уголовного дела, по которому Кудебаев Селик Мурцеркович 1 ягода 1965 года рождения, вырождение Салматинской области, проживающий по адресу в области Життю, город Талткурган, микроэкторатал, 25, квартира 40, ранее занимавшую должность начальника департамента полиции Салматинской области с высшим образованием, состоящим в браке, пленном суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренными пунктами 1, 3, 4, часть 2, статьи 146, уголовный ход в Республику Казахстан, и частью 4, статьи 362, уголовный ход в Республику Казахстан, руководству статьями 387, 390, 393, 395, 398, 401, уголовный ход в Республику Казахстан, суд приговорил Кудебаева Селик Мурцерковича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренными пунктами 362, пунктом 1, часть 2, статьи 146, уголовный ход в Республику Казахстан, и назначим ему наказание по части 4, статьи 362, уголовный ход в Республику Казахстан, 8 лет лишения свободы и с лишением права занимать должности правоохранительных органов государственной службы и органов местного самоуправления сроком на 10 лет. По пункту 1, часть 2, статьи 146 Уголовного конца Республики Казахстан, 4 года лишения свободы и с лишением права занимать должности правоохранительных органов государственной службы и органов местного самоуправления сроком на 3 года. На основании части 3, статьи 58 Уголовного конца Республики Казахстан, по совокупности уголовных правонарушений, путем частичного сложения наказания, Кудебаева окончательно назначит работе в 10 лет решения свободы, решения права занимать должность.